17 мая 1993 года указом первого президента республики Владислава Ардзенба было создано Министерство иностранных дел Абхазии. Этот день стал точкой отсчета деятельности Абхазского внешнеполитического ведомства. Самым трудным временем для МИД Абхазии стал период Отечественной войны нашего народа и первые послевоенные годы, когда достижения за столом переговоров были не менее важны, чем победы на поле брани. Как отметил, открывая конференцию, министр иностранных дел Вячеслав Черегба, главная задача сегодняшних и будущих дипломатов сохранить и умножить завоевания. Победу в войне, признание независимости Абхазии и Российской Федерации рядом государств-членов ООН. Бесценным дипломатическим ресурсом Абхазии назвал Вячеслав Черегба зарубежную абхазскую диаспору. Несмотря на активное противодействие со стороны Грузии, США и Евросоюза, в последние годы и месяцы МИД удается заметно активизировать отношения с Турцией и Италией. Совсем недавно по инициативе Абхазской Федерации Культурный Центр в Курции был организован пресс в Абхазию около 80 турецких журналистов. Смотря на активные воздействия Грузии помешать визиту, он успешно состоялся и теперь мы впервые видим появление в Турецком средстве массовой информации большого количества позитивного и объективного материала в Абхазии. Недавно подписано соглашение о другом сотрудничестве между муниципалитетом города Сидея в Турции и нашим столицу Сухумом, а также с муниципалитетом крупнейшего района Стамбул от Каппал. Готовится к подписанию муниципалитетного соглашения в целом рядах других городов Турции. Развиваются наши отношения и связаны с Италией. Мы не уже пять городов. Италия имеет подобное отношение с городами Абхазии. Процесс этот будет продолжен. МИД многое делает для признания независимости Абхазии на международной арене. Но по понятным причинам публичной может быть лишь часть этих действий. Один из первых руководителей МИД Абхазии, директор абхазского филиала фонда Института евразийских исследований Сократ Джинджолия поздравил молодых дипломатов с праздником, выразив уверенность в том, что они достойно справятся с растущими внешнеполитическими задачами. Проблему трудоустройства выпускников, функционирующего с 2003 года, факультета международных отношений АГУ, отметил ректор вуза академик Олег Угварамия. По его убеждению, необходимо активизировать международные отношения на местном уровне, что позволит обеспечить работой немало специалистов. У наших городов и районов много различных связей, в том числе и с зарубежными городами, отдельными предприятиями и так далее. И вот усилить бы нашими выпускниками в специальности международных отношений, юриспруденции, протокольные службы. Без знаний о прошлом нельзя строить планы на будущее, подчеркнул посол России в Абхазии Семен Григорьев. Этап, который сегодня проходит в своем развитии, абхазская дипломатия, посол назвал ответственным и важным, дающим существенный задел на будущее. Это прежде всего касается и усилий, прилагаемых по линии торгово-промышленной палаты, по линии установления прямых связей с муниципальными органами власти зарубежных государств. Этот задел, этот резерв, который создается сегодня, несомненно, что называется, выстрелит в будущем. И власти этих государств не смогут не учитывать позицию народной дипломатии, позицию тех, кто поддерживает широкие связи с народом Абхазии, с республикой Абхазия. Главное, что характеризует сегодня российско-абхазские взаимоотношения, это принципиальное совпадение оценок происходящего на международной арене. Этот факт отметил в своем докладе заместитель министра иностранных дел Ираклий Хинтба. Республика Абхазия выступила надежным партнером России в деле обеспечения безопасности при подготовке и проведении совершенно блестящих зимних Олимпийских игр в Сочи. И в этой связи наработан большой опыт совместной деятельности в этой очень непростой сфере. Нам удалось держать спланированную в Соединенных Штатах Америки, Грузии, и в других местах пропагандистскую кампанию по раскачиванию абхазо-черкесских отношений, по использованию черкесского фактора в дестабилизации обстановки в регионе. Абхазия выразила полную солидарность России в ее оценках ситуации на Украине, также полностью поддержала валия изъявления народа Крыма и последующие закономерно исторически обоснованное возвращение полуострова в лоно России. И у нас полностью совпадает восприятие опасностей, провоцируемых новой геополитической игрой Запада на посоветском пространстве. В равной степени осознаем идеологическую и мотивированную противостоянием России природу программы ЕС-Восточное партнерство. Поэтому Абхазия четко дала понять, что не собирается принимать никакие предложения ЕС, связанные с необходимостью сделать невыгодный и невозможный для нас геополитический ценностный выбор. Навязывать Абхазии иной геополитический выбор, кроме российского, сегодня контрпродуктивно и бесполезно. О первом президенте Абхазии Владиславе Ардзенбак как о дипломате рассказал референт политического отдела МИД Нала Авитсба. По ее словам, Владислав Григорьевич своим ораторским искусством сразу приковывал внимание слушающих. Владислав в силу своей харизмы буквально приковывал внимание аудитории к своей речи. А уже затем, за счет безупречной логики и настоящего ораторского мастерства, держал слушателей и зрителей в напряжении. Безусловно, сам не предполагая такого эффекта. Вспомним его выступление в Верховном Совете СССР в июне 89-го года. Фактически впервые с такой высокой трибуны было объявлено на весь мир о том, что Грузия проводит в отношении Абхазии экспансионистскую политику. И с этого момента стало понятно, что Абхазия в лице Ардзенба получила надежного покровителя, а оппонирующая сторона злейшего – на их взгляд врага. Совет молодых дипломатов при МИД Абхазии был учрежден 18 апреля 2014 года. И одним из главных направлений его деятельности стала работа с молодыми студентами и дипломатами. В ходе конференции нескольким сотрудникам МИД членам Совета молодых дипломатов были присвоены очередные дипломатические ранги.